Я, разумеется, тоже обо всём этого расскажу, потому что и про всё, про всё прочее. В общем-то, я бы, наверное, сказал, снимешь всех админов, и хули ты тогда будешь делать. И как-то подстроитесь под него. Вот что-то примерно такое было в данном сообщении. И, наверное... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Да, это ещё один ролик про Advanced Roleplay. Вы всё правильно поняли, это уже третий или четвёртый ролик за весь этот месяц, за всю эту неделю, за все вот эти вот прочие недели, месяца, года, ещё что-то прочее. Но я считаю, когда на Advanced Roleplay, на проекте, с которого я начал свой путь как GTA-самп-ютубера, как сампера, как всех вот этих вот, знаете ли, остальных людей, я считаю, что я просто обязан освещать все новости, связанные со всем этим проектом. При том, что всё это набирает просмотры, при том, что, ну, вроде как, людям всё это нравится, при том, что... Ну, в целом, я думаю, что я осветил уже достаточно пунктов для того, чтобы продолжить всё это разбирать. Плюс ко всему этому у меня ещё и новостной канал, поэтому новости я их как бы освещаю, какими бы они ни были. Вот завтра расскажут, что Advanced Roleplay закрывается. Я, разумеется, сниму об этом видеоролик. Завтра скажут, что какого-то админа сняли за то, что он, я не знаю, приставал к маленьким девочкам, возможно, которые тоже были в админ-составе. Я, разумеется, тоже обо всём этом расскажу, потому что... Ну, а как такую сенсацию можно пропустить? Ведь на мой канал подписываются люди, дабы узнавать все новые новости. Новые новости. Блядь, как это вообще возможно? Из мира GTA-самповского мира. И вообще у меня много тавтологий в моей речи встречаются, потому что, ну, это Advanced Roleplay. А Advanced Roleplay, он в целом должен быть, ну, вот, примерно таким вот. Я считаю, что вот ролики по Advanced Roleplay, они действительно должны состоять из тавтологий, из матов, из вот прочей штуки. Потому что по-другому, ну, просто невозможно разговаривать про данный проект, про данный сервер и про всё-про всё прочее. В общем-то, не так давно я вам уже рассказал о том, что админы создали тему, в которую могут отписываться только админы. Администраторы и модераторы, там, я не знаю, редакторы, руководители, а все прочие люди. И то, что вот там действительно уже появилось много страниц вот всего этого текста, где люди просто говорят, блядь, Андрей Ринга, Андрюха, блядь, Андрюшенька, ну, возьмись ты, блядь, за голову. Мы вообще уже охуели. Мы охуели от того, что нет обновлений. Мы охуели от того, что, блядь, PR-менеджер тащит всех на свой синий сервер, а все остальные сервера остаются без ютуберов. Мы вообще от всего этого охуели. Онлайн падает, всему пизда. Нас перегоняет Trinity Roleplay. Нас догоняет Gambit Roleplay. Андрюха, блядь, ну, помоги же ты нам, сука. Сделай хоть что-то со всем этим, но это же просто, блядь, невозможно. Андрей, блядь, пожалуйста, разбери со всем этим говном. И, разумеется, все из вот тех админов, которые отписались, я полагаю, дожидались ответа от этого самого Андрюха Ринга. Чтобы хоть, ну, хоть немного прояснилось в данной ситуации. Чего ждать, чего не ждать. Какие обновления будут, какие изменения вообще в политике проекта, сервера и вот всего прочего будут. Чтобы, ну, примерно люди хотя бы понимали, что от всего этого можно дождаться. И стоит ли вообще хоть чего-то ждать от вот Андрюха Ринга. Будут ли вообще хоть какие-то действия. И, в общем-то, ответ мы получили. Кто мы-то, блядь? Ютуберы. Я не знаю, ни ютуберы, ни вот все прочие. В общем-то, ответ получили администраторы. Администраторы данного проекта. И получили вот какую-то, я бы, наверное, сказал и назвал бы это отпиской. То есть просто потому, что поднялся такой ажиотаж. Отписался бы один админ, отписалось бы два админа, три админа. Тему бы закрыли, сказали, ой, да чё вы, блядь, ну, в самом деле, чё вы такое говорите, блядь. А так как там, блядь, написали на четыре страницы, разумеется, что все ждут ответа. Потому что если уйдёт один админ, ну, это никто не заметит, да. Там есть ЗГА, есть какие-то прочие админы. То есть их всех можно будет поставить на место этого самого человека. А если уйдут вообще все админы, от мала до велика, от велика до мала, а там главные админы, там первые левела админки. Если все эти чуваки уйдут, то вот тогда Андрюха Ринга уже скажет, блядь, пиздец. А онлайн-то у меня остался, блядь, там по 100, по 200 на всех серверах. Чё мне, сука, делать? Ну, со всем этим. На самом деле, разумеется, тут должен быть ответ. И я могу понять Андрюха Ринга, потому что я человек. Я вот могу испытывать какую-то эмпатию к людям. И я считаю, что человек, который не испытывает эмпатии, ну, он, в принципе, не может уже считаться человеком. Потому что, ну, как вообще можно вот так вот всё... Ну, я думаю, вы понимаете. Сложно формулировать мысли, когда ты рассказываешь о человеке, который, возможно, тебе неприятен. Но неприятен он тебе, как такой, знаете, интернет-персонаж. Возможно, в жизни он намного лучше. Возможно, в жизни он, там, знаете, любящий семьянин, хороший друг и вообще опытный руководитель. Но вот в интернете, в адванс ролеплей, во всех прочих делах он, ну, не особо, так скажем, хорош. Ну, прямо скажем. Возможно, раньше когда-то всё было и заебись. Но вот сейчас, конечно же, это всё, это полнейший пиздец. В общем-то, я почитал вот этот ответ. Я почитал там пост в моём любимом, я не знаю, паблике, журнале. Вы его все уже знаете, нет смысла его называть. И, в общем-то, как можно в двух словах всё это рассказать? Отписка. Ёбаная отписка. То есть, опять-таки, Smart Jackson, это даже не Андрей Ринга написал. Это вот написал Smart Jackson. Но, как я уже говорил, можно понять, разумеется, когда вот у тебя вроде как всё работает, всё работает, всё, пусть и плохо, пусть и как-то хуё. Это можно сравнить с твоим каким-нибудь там старым компьютером 2008 года. Вроде бы он и плохо работает, но работает. И вот так же можно сказать про адванс ролеплей. А когда всё, когда ютуберы начали говорить, когда, в общем-то, компьютер начал барахлить, и уже говорить, чел, блядь, ну сделай со мной чё-то, мне ж вообще пизда. Вот тогда у тебя вот полнейший стресс, ты вот начинаешь как-то браться за голову, у тебя просто сидишь, охуеваешь от того, что сообщения-то все эти появляются, 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 а ты-то со всем этим сделать ничего не можешь. Просто потому что, блядь, ну а чё ты сделаешь-то, блядь, тему закроешь, так они создадут новую, снимешь всех админов, и хули ты тогда будешь делать. Поэтому Смарт Джексон в данной теме ответил, говорит, что там Андрюха ознакомился со всеми сообщениями, которые были, там ему очень приятно работать во всей этой команде, там во всех вот этих вот прочих делах. Рад, что у него вот такие, знаете, администраторы, которые, разумеется, которым неравнодушна судьба проекта и вот всего-всего прочего. Но при этом он сказал, что, чуваки, ну вот у нас есть проблемы, которые мы осветить не можем. Вот просто, ну потому что, ну они у всех есть, да, но мы их осветить не можем. Поэтому вы, как бы, ну поддержите Андрюху, вместо того, чтобы оставлять какие-то свои хейт-сообщения о том, как всё плохо, как всё плохо, как всё плохо, ну лучше поддержите его, чтобы он, ну, в самом деле, ну, я не знаю, работал получше. И как-то подстроитесь под него. Вот что-то примерно такое было в данном сообщении. И, наверное, Смарт Джексон не особо понимает, что это не игрокам и не админам нужно подстраиваться под Андрюху Ринга, а Андрюху Ринга должен подстроиться под рыночек, под игроков, под админов, под ютуберов, сказать пиар-менеджеру, чтобы он немного изменил свою политику по поводу всего этого, потому что, ну, это же пиздец в самом деле. Ушёл, блядь, Артур Митин. Возможно, это и хорошо, возможно, это и на пользу освободилась львиная доля бюджета, которую можно потратить на ютуберов маленьких. Но где эти самые маленькие ютуберы-то, блядь, они не появляются? Куда уходят деньги, которые освободились от Артура Митина? При том, что Малфой говорил, что прям сумма там такая, знаете ли, внушительная. Андрюху Ринга, где деньги? Куда они ушли? Ты открыл новый проект и всё сделал, где хоть что-то? Ладно, нет ютуберов. Почему? Где обновления? Почему их нет? Обновления где? Где ютуберы? Где хоть что-то? То есть, ушёл Артур Митин, это уже там, наверное, больше года назад было, может быть, около того. И типа, а где что вообще? Где всё? Где вот всё это, то, что должно быть? То есть, там, я не знаю, ну, хотя бы хоть что-то там, я не знаю, может быть, ролики какие-нибудь, там, знаешь, на ютуб можно сделать такие красивые с инфографикой, хотя бы как-то на них потратиться. Или ты копишь деньги, да? Копишь деньги для того, чтобы потом сделать что-то такое, знаешь, замечательное. И ролик с инфографикой какой-нибудь, там, с монтажом пиздатым, а со всеми прочими вещами. И ютуберов новых нанять, и потом, там, ещё какие-то вещи сделать. Ну, наверное, для этого ты деньги копишь, потому что больше я прям не знаю, откуда они, блядь, уходят. Откуда они, разумеется, я не налоговый. Я не буду, там, знаете, как-то придираться. Тем не менее, я просто констатирую факт, что ушёл Артур Митин, освободилась львиная доля бюджета, как, опять же, говорил Малфой. И где вот эти вот все деньги? Почему? Где они? Что такое? Разумеется, я тоже могу тут понять Смарт Джексона, если человека как-то мотивировать, говорить, мол, чел, ну вот давай ты сейчас сделаешь, и у тебя всё же будет заебись. Ты же сам это прекрасно понимаешь. То, разумеется, человек, наверное, будет что-то делать. Но я что-то сомневаюсь, что Андрюха Ринга до этого не мотивировали. И Артур Митин мотивировал, и вроде как Малфой там что-то пытается мотивировать, и остальные чуваки мотивируют. Так где результат-то по факту? Где он? Что вообще? Что это такое? Я не знаю. Однако, ладно, я тут вам рассказывал про Advanced Roleplay, а я, кстати, играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм, находится в описании данного видеоролика. Там же, кстати, находится мой промокод, поэтому заходите туда, и там вот всё это как бы вы и узнавайте, вот, исходя из всех этих потребностей. Вот там же ссылочка на мой телеграм-канал. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже. Может быть, пораньше. Не знаю. Всем пока.